Индиана Джонс и Колесо Судьбы, ну то есть последний Индиана Джонс с 23-го года, киноанализ, приключенческий и мистический триллер, это понятно уже по слову Индиана Джонс, ну как обычно пересказываю с комментарием и с выводами. На титрах тикает бомба, потом резко бегут нацисты, ну Индиана Джонс, как обычно, всегда сразу начинается, сразу экшен. Нацисты кого-то волокут в колпаке, и это американский шпион Индиана Джонс, вот он без колпака. Некий гнусный фашист начинает его допрашивать, выясняется, что это уже штурм Берлина, то есть 45-й год перед нами, нацисты бегут. В ящике у них копье Лагина, которое пролило кровь Христа, и оно магическое. Нацисты отправляют его фюреру и бегут по лесу. Вешают Индиану, который проклинает фашистов. Падает бомба, пробивает пол, потом красиво взрывается, нацисты убегают, Индиана срывается с веселицы, то есть все начинается с чудесного спасения Индианы Джонса. Тем временем нацисты бегут с произведениями искусства, которые они крадут и, видимо, куда-то продать собираются. Антагонист Индианы возникает, командир нацистов и его подручный доктор. Потом именно доктор будет антагонистом, командир нацистов погибнет. Индиана захватывает немецкий автомобиль, он же с веселицы сорвался, имитирует шофера, при этом нифига не знает немецкого. Подручного Индианы Карлика берут в плен немцы и допрашивают. Карлик оказывается профессором из Оксфорда и археологом. Рассказывает немцам, что они ищут копье Лангина как исторический артефакт. Индианы ищут это копье в поезде, имитируя немого нациста. Забирает копье, а потом этот доктор-нацист, который образованный там нацист, говорит, что это подделка, и то же самое обнаружит Индиана, что это копье Лангина, это подделка. Где-то в поезде есть реальная реликвия, которая называется Антикетера. Ее нашел вот этот фашистский специалист и показал Оберсту. Вот Герр Оберст это главный нацист, вот он, главный фашист на картинке. Потом главные нацисты идут ловить Индиану, а Индиана перемещается по поезду. Освобождает профессора Карлика, пиздит доктора-нациста, потом они берут Антикетеру, и за ними гонятся дохуищи фашистов по всему поезду. При этом поезд еще бомбят американцы, чтобы совсем было прикольно. Оберст выходит на поединок, прям с копьем Лагин на крышах вагонах. Вот этот Оберст, самое главное, потому что с копьем, короче, воюет с Индианой Джонсом. Красочная драка. В последний момент профессор Карлик убивает Оберста. Короче, наши победили. Однако вылазит нацистский доктор с эвольвером и требует Антикетеру. В решающий момент ему сносят голову придорожным столбом, прыгают в какую-то реку, поезд подбили союзники. Ну и в итоге получилось, что Индиана взял только половину Антикетеры, короче. Внезапно война кончается в США. Мирная квартира Индианы, телевизор с антенной, то есть явно уже там все позже. Сидит седой Индиана Джонс, видимо уже 60-е, по атмосфере 60-е. Звучит музыка битлов. Рядом в квартире вечеринка хиппи. Старик Индиана взял большую дубинку, пошел всех пиздить, чтобы сделали музыку потише. Потом оказывается, что старый Индиана преподает в университете археологию. Студенты полные дебилы. Он там рассказывает об Архимедии и про Антикетеру, как раз вот про эту, которую потом весь фильм они искать будут. Внезапно студенты вносят телевизор, американцы высадились на Луне. То есть это точно 1969 год перед нами. Индиану отправляют на пенсию. Его лучшая студентка болтает с ним в кафе и говорит, что она Хелена Шоу. Вот, значит, Хелена Шоу и она, соответственно, дочка его, вот этого друга Карлика. Вот это, да, она дочка Карлика. Потом оказывается, что нацистский физик Фоллер, вот который был доктор, с которым они дрались в поезде, он, оказывается, выжил, сука. Работает на США, ну, делает ракеты. Нацисты же часть сбежала, знают, да, все, что часть специалистов немецких, они создали, как раз, первый же в космос фашистской Германии вышел. Вот ракеты создали, потом бежали в США и там в космических проектах участвовали. Вот Фоллер оказывается таким вот именно нацистом. При этом, да, он убежденный нацист по-прежнему, все фашисты, Рома. Вот, значит, параллельно Джонс говорит вот этой Хелене Шоу, дочке Карлика, что циферблат был разделен на две части и что ее ныне покойный отец сошел с ума, пытаясь раскрыть секреты вот этого циферблата, то есть антикетеры. Потом они вместе с Хеленой забирают первую часть циферблата из кладовой колледжа. При этом Индиана рассказывает там какое-то научное обоснование для работы этого артефакта, которое я пропускаю, явно бредовое. Вот, однако у Фоллера, у фашиста, есть в колледже шпионы, и они все подслушивают. Но в целом, короче, артефакт указывает на разломы во времени и позволяет перемещаться во времени. Вот смысл этой антикетеры. Появляется агентка ЦРУ, черная женщина Мэйсон. Пока Индиана занимается научными объяснениями с Хеленой, идет уже перестрелка. Их окружают одновременно ЦРУ и нацисты, попытка ареста. Хелена бежит с артефактом, Индиана всех мочит, даже старик, он способен там дать пизды огромному количеству людей. Его берут в плен неонацисты и одевают ему мешок на голову. Черный Е. Мэйсон с нацистами вместе ищет Хелену по крышам. Идет параллельно праздник по поводу высадки на Луну. Ну вот, пользуясь праздником, Хелена ушла, а на Джонса заводят дело и увозят его в автозаке. Мэйсон ведет прямо в автомобиле допрос. Вот Мэйсон, негритянка из ЦРУ, пытается допрашивать Индиану Джонса в автозаке. Из-за праздника и транспортных пробок они ведут Индиану пешком, параллельно празднику в городе еще мощные демонстрации против Вьетамской войны. В этой суматохе Индиана бежит на коне по метро. А гнусный Фоллер рассказывает своим соратникам, что он покорит небеса, захватит этот артефакт антикетеру. Мэйсон рассказывает по телефону Фоллеру о том, что все убежали, что убежала и Хелена, и Индиана, и они еще и артефакт с собой схватили. Мэйсон просит Фоллера о помощи. Мэйсон как представитель американского государства, но она тоже там лоханулась. Короче, американское государство показано, как обычно, стрёмно. Индиана Джонс в одиночку спасает весь мир от нацизма. Государство тут ни при чем. Фоллер, оказывается, участвовал в лунной гонке. То есть Фоллер непосредственно причастен к тому, что американцы выселились на Луне. И президент США его должен наградить, а Джонса разыскивают по всей Америке как преступника. То есть настоящего сторонника американских ценностей государства разыскивают как преступника. А фашиста, который на самом деле враг Америки, государство собирается наградить. Вот суть государства антинациональная. Джонса спасает его друг Араб Салах, который стал эмигрантом и таксистом. Хелена же отдельно убежала с этой штукой-то. Вот они с Джонсом обсуждают, куда Хелена убежала. И Салах говорит, что Хелена поедет, скорее всего, в Танжер. И об этом знает также и Фоллер. Индиана вспоминает, что профессор Карлик хотел вообще разрушить этот магический артефакт. И сцена там происходит. Вот как бы вспоминания Джонса про профессора. Потом Танжер. Туда приезжает Индиана. Какой-то блядский отель с турецкими бледями. Хелена продает артефакт на аукционе. И вот у нас рожа Хелены, когда на аукцион пришел Индиана. Значит, Индиана туда приходит, они ругаются прямо на аукционе. Потом приходит Фоллер, который говорит, что артефакт его. Индия его узнает, что он старый нацист. Фоллер отрицает, что он нацист. Драка, огнестрел. Любовник Хелены Рахим внезапно является местным марокканец. Пристает к ней прямо во время бегства, угрожает убить. Потом арабы гонятся за Индией и Хеленой. А Индия и Хелена по ходу бегства еще и отношения друг с другом выясняют. И какие-то еще моральные аспекты, кто там что украл. И как надо относиться к магическим артефактам. Прямо по ходу погони все это выясняется. Значит, они бегут на тук-туке. Местное там средство передвижения ужасное. Но оно по всему Востоку. На тук-туке бегут по всему Танжеру и продолжают выяснять отношения. Драка за механизм с фашистами. В результате являются американцы-церушники. В лице негритянки Мэйсон и берут Фоллера в плен. Вот Мэйсон говорит, что США его списало. Что все, короче, он уже Америке не нужен. А Фоллер все равно хочет захватить механизм. Не хочет он возвращаться в США и там на каком-то допросе что-то там отвечать. Его люди устраивают побег прямо в вертолете. Убивают пилота, убивают негритянку Мэйсон. Крадут вертолету ЦРУ. Садятся в Танжерии. А в Танжерии в это время отдыхают Инди с Хеленой. Короче, люди Фоллера тоже, блин, супергерои. И в случае чего вертолету ЦРУ могут захватить. Индия недоволен всей этой ситуацией. Но все равно, значит, они договорились с Хеленой, что будут вместе действовать. И отправляются в Грецию искать графикас. Графикас это какая-то карта, значит, где нарисовано, где вторая часть этого артефакта. И надо его перехватить раньше нацистов, потому что нацисты тоже все знают. У Индии, в Греции, старый друг Дайвер, испанец. Они договариваются, значит, с Хеленой вместе там все это идти. И сначала они находят в Афинах друга Индианы, ныряльщика Ринальда. Вот Ринальда. Ну, а потом некоторые такие сцены лирические, расслабленные перед очередным напряжением действия. Хелена показывает карточные фокусы. Индиана признается, что он немного верит в магию. А Хелена верит только в деньги. Она там у них как раз практичная и считает, что артефакт нужно украсть, короче, продать. Вот и все, что она хочет. Только денег. Обсуждают они там, что бы Индиана сделал, если бы мог путешествовать во времени. А Индиан, он идеалист. Он хочет человечеству помочь таким образом, что... Ну, или, по крайней мере, фашистам не дать этот артефакт. Потом на палубе одевают водолазки, ныряют под воду. Ринальда говорит, чтобы не больше трех минут они были на дне, по его методу ныряния. В море угри, по два метра, похожие на змей. Потом красивые подводные съемки, как бы вот готовится драка, но перед ней росла в ухо. По всем законам жанра. Находят затонувший корабль со скелетами и угрями, а когда они берут артефакт, на них нападают угри. Страшный бой под водой. Индиана фонариком отбивается от угрей. Хелена его спасает. На горизонте возникает корабль фашистов. Индиана и Хелена видят нападение одного корабля на другой. То есть корабль фашистов нападает на корабль другого испанца. Поднимаются наверх. Корабль захвачен фашистами. Они берут в плен всех героев. Индиану и Ринальда Вотстана. Индиана в плену, переругивается с Фоллером. Фоллер говорит ему, что он действует сам по себе, то есть это неонацистский путч. Фашисты берут пластину с кодом, требуют от археологов прочесть шифр. Индиана отказывается, и за это Фоллер убивает Ринальда. Хелена читает им графикас, и там вроде как написано, где найти вторую часть артефакта. Причем Хелена им говорит, что ключ в гробнице Архимеда, а гробнице в Александрии. И определяет по этому графику субконкретную локацию Александрийской библиотеки. Там 9 статуй Мусс. Ну вот рассказывая всю эту херню, Хелена освобождает Индиану, пользуясь тем, что внимание нацистов отвлечено на ее рассказ. Потом бегство героев на катере. Нацисты тоже остаются живы, и Хелена говорит, что она все нацистам наврала. Табличку, значит, они крадут. Оказывается, что если эту табличку сжечь, то она плавится, и обнаруживается настоящая схема, и на самом деле все спрятано в Сиракузах. То есть на родине Архимеда все спрятано. А не в Александрии. Однако нацисты тоже, оказывается, не дураки, ни в какой Александрии они не поехали, они просто следят за этой компанией. Куда они поедут, а герои наши в Сиракузы поехали. Значит, в Сиракузы герои следят за пещерой, в которой Антикитера. Их догоняют фашисты, и вместе с героями есть еще мальчик Тедди, он из Марокко. Он, короче, марокканец, он с ними увязался там, который на Тук-Туке, он как раз был владелец Тук-Тука. Ну и вот этого мальчика Тедди, спутника их, крадут нацисты. Потом герои находят в пещере артефакт, лезут на скале и ругаются друг с другом. Почти весь фильм Индиана с Хелен постоянно ругаются по всем вопросам. У них взгляды на жизнь вообще категорически не совпадают. Приезжает стильный Фоллер, вот, кстати, Фоллер, антагонист, фашист главный. Дальше нацисты идут по пещере, и с ними пленный мальчик Тедди. Тедди врывается, прыгает в пещерную реку, а Фоллер, не обращая внимания, неумолимо движется к цели, как полагается немцу. Тем временем Инди находит гробницу Архимеда. На гробнице нарисованы самолеты, и там есть часы. Из этого он делает выводы, что Архимед, видимо, путешествовал во времени, либо к нему кто-то приезжал из другого времени. Позднее окажется, что кто к нему приезжал, это именно был этот самый Индиана Джонс. Он приезжал и часы ему подарил. Однако тут всех героев ловят фашисты. Фоллер собирает машину времени и обещает уничтожить человечество и устроить полную диктатуру фашистов во всем мире с помощью машины времени. Однако мальчик Тедди прыгает из засады, герои сражаются со злом, Хелена и Тедди бегут. Индиана ранен, взят в плен, и вот она машина времени. Фоллер рассказывает, что он хочет убить фюрера. Потому что фюрер проиграл войну. То есть надо во времени передвинуться туда, где можно убить Гитлера. Вот какая идея у Фоллера. После этого нацистов возглавит Фоллер. Потому что он самый умный, у него есть знания будущего, он знает технологии будущего и таким образом он спасет Германию. То есть Фоллер хочет прыгнуть назад во времени, убить Гитлера, сам стать фюрером. И за счет своего знания будущего спасти нацистов и победить во войне во Второй мировой. Фоллер переодевается в нациста, чтобы прыгать назад во времени, одевается в одежду соответствующую, со свастиками. И везет Индиану на самолете полным фашистов. Кругом, значит, его эти сторонники Фоллера тоже все уже со свастиками. Хелене удается пробраться на борт самолета Фоллера до того, как он залетит, а Тедди их на другом самолете преследует. Там погоня на самолетах идет. Однако нацисты ошиблись, и когда они во времени нацисты перемещаются с помощью этой машины времени, они попали в Сиракузы во время осады их римлянами. То есть они попали не к Гитлеру, а попали в ажного времена Архимеда. За бортом самолета античное морское сражение. И их подбивают римляне с зажигательными снарядами с кораблей, римляне подбивают самолеты. Архимед сидит у себя там где-то в штабе, а греки при этом думают, что самолеты это драконы, римляны тоже их обстреливают. Короче, самолеты одновременно обстреливают римляне и греки. Нацисты стреляют из пистолетов по триремам античным. Архимед на коне выезжает на сражение. Он там главный инженер же, да? Фоллер требует повернуть самолет обратно, потому что они попали не к Гитлеру. Но самолет подбили с катапульт. Красивый такой крэш самолета нацистов. Инди прыгает на парашюте. Архимед обследует место крушения самолета и крадет часы. Архимед обнаруживает машину времени, над которой он как раз работает. То есть получается, он получил из будущего свое собственное изобретение. Он взял эту машину времени и пошел ее копировать в мастерскую. Из будущего же и получил собственную машину времени. Такой парадокс, короче. Индия очень хочет остаться в Сиракузовах. Он же всю жизнь был археологом, исследовал древних и хочет увидеть древнюю историю своими глазами. Ну, короче, мечта ученого, что объект его исследования, он прямо перед ним. При этом он ранен, а Елена говорит ему, что надо бежать. Приходит Архимед, у которого глаза по полтиннику, и он видит пришельцев из будущего. Но эти два говноеда говорят по-древнегречески хорошо. Их обучали в гимназии по дикости еще. Ну вот они беседуют с Архимедом, Хелена и Инди. Причем Елена упрашивает Архимеда, чтобы он Индии не брал с собой, а Инди очень хочет остаться. Хелена объясняет Архимеду, что дома смогут вылечить Индиану, а у вас не смогут. Потому что там есть лекарства в будущем. Но они ему вкратце объясняют, что они из будущего прилетели. Там все летают на таких машинах, на самолетах. Они Архимеду тоже говорят, что он в будущем известен как великий ученый. И Архимед прямо очень удивлен. Вот это все тоже раскрыл глаза, всю эту херену он от них слушает. Они говорят при этом на древнегреческом фильме. Реально на древнегреческом говорят все стороны. И Архимед, и археологи. Значит, чтобы Индиана не хотела остаться в Древней Греции, Хелена бьет его в морду, выключает его. И вывозит в современную Америку. Потом Индиана очухивается в Америке. Идет развязка уже. Кульминация, естественно, когда они у Архимеда. Вот, собственно, кульминация вот на картинке, да, с Архимедом говорят. В США Хелена говорит, что его место здесь, а не в Сиракузах. Приходит Тедди, мальчик, и Марион. Марион – это любовь Индианы. Романтическое свидание. И триллер, как обычно, кончается поцелуем. Правда, герои уже пожилые совсем. Но, как обычно, что касается структуры персонажей, то тут, собственно, пара мудрый Индиана против энергичный молодой Хеллен. К тому же Индиана – старый идеалист, а Хеллен – она прагматик молодой. Вот там нашли друг друга два одиночества. Ну, в смысле, они совершенно противоположные, но, тем не менее, образуют союз на протяжении всего фильма, и психологически вот на этом держатся. Как бы у них и союз, и конфликт. Структура тоже очень такая очевидная и понятная. Идет экспозиция. Экспозиция – это все, что там у нацистов происходит. Фактически, это предыстория. Потом основная часть – это поиск артефакта. Кульминация – это Архимед. И потом развязка. Ну, общий вывод какой? Кстати, мне про Индиану фильмы нравятся. Быстрый сюжет, красивая картинка. Хоть и на уровне средней школы, но заряженная история. Там нацисты, древние греки, все такое. В меру мистики. Не так, чтобы сплошная мистика, но есть. Четкая идея вполне. Все понятно, о чем фильм, какой смысл. Все герои напрямую это все высказывают. Никакой мути. Мне такие нравятся фильмы. Интеллектуально тоже, несмотря на мистику, интеллектуально взято нормально. Не закручено. Вполне очевидно. Ведь этот интеллектуализм вполне очевидный. И поэтому он легкий, кстати. И поэтому это и смотреть можно. Что не напрягаешься, не пытаешься вычитывать идею автора, она сразу дана. Тем не менее, она есть. И она хорошая. Так что, как приключенческий фильм, мне вся серия про Индиану Джонса вполне меня устраивает. И интересно смотреть.